Субтитры сделал DimaTorzok Я вам сейчас объясню, что же это такое, что будет требоваться от вас и как вы, ты, вот ты прямо сейчас на меня смотришь, как ты можешь принять участие в этой рубрике и как ты сможешь меня или затроллить, или удивить, или просто придумать мне какой-то челлендж. Но перед этим я хочу сказать огромное спасибо всем подписчикам, кто был на Варфесте. И спасибо огромное Варфесту за то, что пригласил меня на своё мероприятие. Хоть я и не играю в Варфейс, честно вам скажу. В детстве, конечно, играл, но сейчас нет. Я в любом случае очень благодарен за то, что у меня появилась такая возможность пожрать на халяву. Это всегда в первую очередь. Поиграть в нового Человека-паука, который ещё не вышел на стенде PlayStation. Ну и, конечно же, как я уже сказал, увидеться со своими подписчиками. Поэтому 20 секунд мне от вас потребуется. И потребуется, чтобы сказать спасибо Варфейсу. Мне кажется, то, что все когда-то хотели побывать в Припяти. Просто посмотреть на этот город-призрак и прочувствовать всю его атмосферу. Королевская битва Варфейс тебе в этом 100% поможет. Никаких пряток и схитаний по пустынным картам. Только легендарное оружие и настоящая черепотрабилка с первых минут игры. Присоединяйся в игру и покажи всем, кто здесь номер один. А сейчас, ребята, я вам быстренько объясню, в чём же будет заключаться суть этой рубрики. Я пока не буду смотреть, что там такое. Потому что я попросил одного из своих подписчиков построить мне комнаты. Я не буду говорить, как его зовут. Скажу Олег, допустим. Олег построил мне три комнаты. И в этих трёх комнатах есть какой-то ребус. Ребус состоит из слов. Я должен угадать, что он мне построил по визуальной части того, что находится в комнате. Господи, как это сложно объяснить, в чём будет заключаться рубрика. Есть комната. Первая. Я пока нихрена не знаю, что тут такое. Олег что-то здесь построил. Все мы знаем вот эту мини-игру, в которую я играю на стриме «Угадай постройка». Это то же самое. Мне просто нужно угадать, что тут построено. Давайте я сразу вам покажу. Нет, это первая подсказка у нас вот тут находится. Здесь вторая подсказка. Здесь у нас, как я понимаю, должен быть ответ. Только Олег сюда не поставил бумажку. А нужно было Олег. Сейчас я нажимаю сюда. И мне в чате пишет. Сколько букв? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять букв. Десять, одиннадцать, двенадцать, пятнадцать букв. В двух словах. Я должен понять, что Олег хочет мне сказать в этой комнате. И свой ответ я должен записать вот сюда, в этот сундучок. Есть вторая комната, где также я должен по визуальной части понять, что здесь находится. И также записать ответ вот в этот сундучок. И давайте я не буду вам все показывать. Три комнаты, три ответа. Несколько слов. Я должен угадать, что Олег там построил. И как я уже сказал, любой из вас может принять участие в этой рубрике. Я открою отдельную беседу ВКонтакте. Я оставлю на нее ссылочку под этим роликом. Тему специальную ВКонтакте. Для тех, кто собирается строить для меня карты. Я понимаю то, что начало долгое. Но как бы это первая серия, я должен вам всем объяснить. Если ты хочешь построить для меня такой челлендж. Что от тебя требуется? Три комнаты. В трех комнатах должен быть какой-то ребус. В каждой из комнат. Ребус заключается в словах. Ты строишь мне карту, заливаешь ее куда-то. Я скачиваю ее себе, устанавливаю в Майнкрафт, играю на ней и угадываю, что ты построил мне на этой карте. Карту нужно строить на версии 1.11.2. И также, если ты ее будешь строить с какими-то модами, ты должен описать, какие моды ты использовал, чтобы я подготовился к этой серии. Строй карту. Участвуй в развитии этой рубрики. И со следующей серии я уже буду называть имя того человека, кто построил мне эту карту. Главное, ребят, не будьте, ну, слишком узкомыслящими. Если вы построите карту, 12 на 12 блоков должна быть карта. И в этой карте просто посередине будет находиться бутылка с водой. И вы загадаете ребус, который я должен буду угадать из трех слов. Бутылка с водой. Извините, я такой не буду проходить. Стройте что-то прикольное. По мере прохождения этой карты, как я уже сказал, вы сейчас поймете, что я от вас буду требовать. Ссылочка на эту тему в моей группе ВКонтакте есть в описании. Заходите, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. И также стройте карты. Я с удовольствием их пройду. Если наберу больше, чем 2 очка, значит я уже выиграл. Так, это я. Хорошо. Дальше стрелочки идут. А что, он мне что-то скажет? Я должен цепляться за все подсказки. Просто привет. Ну хорошо. Стрелочки идут сюда. И здесь стенд брони, на котором просто штаны. Стенд брони. Просто обычные штаны. То есть я, штаны. Стрелочка ведет сюда. И рычаг. Сколько букв еще раз? 15 я сказал или сколько? Раз, два, три, четыре. Не важно. Так, окей. Здесь есть подсказки. У меня есть 2 подсказки. Я могу взять так же, как на той мини-игре на Hypixel, в которую мы играем. Окей, первая подсказка. В первом слове пятая буква З. Олег, ты что-то тут настроил? Немножечко я ни хрена не понимаю. Я? Нет, я сейчас пойму, подождите. Я, штаны, рычаг. Что, рычаг? А какое вообще должно быть сочетание? Я, штаны, рычаг. Это же штаны или это просто армор стенд? Ну, стойка для брон... Окей, вторая подсказка. As N. Два слова. Второе слово из пяти букв, последняя буква Н. Первое слово, хрен его знает, какие буквы. Пятая буква З. As N. Это случайно не вот эта фишка Игоря? Вот, подождите. Вот как она там, вот. Дайте угадаю. Показывал писюн, да? Дайте угадаю. Показывал писюн. Я не знаю, какой результат, потому что результат находится вот там в конце, там результаты. Но я, наверное, буду ссылаться на то, что загадка показывал... Ребят! Окей, первая серия, я прощу Олегу, который построил эту корту. Окей. Показывал писюн, я уверен, что вот это, потому что я, якобы, снимаю штаны и показываю писюн. Кто смотрел не смейся челлендж, тот помнит вот эту фишку Игоря, когда, ну, вот так, типа, якобы показывают писюн. Ребят, если вы хотите участвовать в этой рубрике, стройте, пожалуйста, что-то нормальное. Я вам обещаю то, что если будет что-то нормальное, я сто процентов запишу эту серию. Я сто процентов буду записывать эту рубрику хоть каждый день. Главное, ваши идеи. И главное, чтобы вы меня потроили. Ну, окей, ты меня затроил, но я ничего не показывал, все вот это знают. Не, хотя кому-то я показывал её всё же, но кому... Ой, вы никогда не узнаете. Вторая комната, хорошо. Так, берём листочек. О, ну тут ты не забыл листочек поставить. Хорошо, сколько букв? Господи, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать букв. Всё, что в этой комнате есть, это тумбочки, телевизор, кресло, музыкальный блок и... Какая-то игрушка, приставка, я не знаю, что это такое. Ну, окей, хорошо. Что есть? Что здесь ещё есть? Я должен цепляться за все подсказки, как я уже вам сказал. Здесь ничего, опа. The Last of Us, God of War. Ну, это просто, это слишком просто, потому что The Last of Us это эксклюзив на четвёртую плойку. А God of War также эксклюзив на четвёртую плойку. Ну, не на четвёртую, но вообще на PlayStation. А нет, The Last of Us вроде на третьей даже плойке был, или нет? Или на четвёртой? Нет, вроде только на четвёртой. Окей, смотрите, какие я могу сделать выводы? Это телевизор, это тумбочки, это какая-то приставка, а это кресло. То есть, я беру приставку и беру игры The Last of Us и God of War, игры эксклюзивные на четвёртую плойку, и играю! Это подсказка, это просто подсказка тебе в лоб. The Last of Us и God of War. Да, дайте я первую подсказку даже возьму. PlayStation. А, подождите, а если PlayStation, то почему вторая, третья буква А, а перед последняя буква О? А может, подождите, а можно PlayStation... Да! Да! PlayStation на английском! Изи! 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 Тут просто нужно немножко пофинкебаутить, и всё. PlayStation. PlayStation. Я пока не знаю, правду ли я опишу, я не знаю, что это такое. Я узнаю только, когда я открою вот этот сундук и посмотрю результаты. Господи, уйди отсюда! Уйди, уйди, мешаешь мне играть! Я уже боюсь заходить в эту комнату, потому что я ни хрена не понимаю, что тут такое. Окей, какие у меня варианты? Скульптура каменного писюна. Может, это связь с первой комнатой, то, что я показывал писюн, а сейчас ты намекаешь, что мой писюн 5 метров в высоту? И то, что он твёрдый как... Так, ладно, меня уже не туда понесло. Иллюстрация каменной ракеты! Макет... Писюна великана! Каменный факел! Хлебобублачность золотые и каменные изделия! Ребят, я не знаю, а почему тут баскетбольный мяч? Так, нет, я ни хрена пока не понимаю. Так, буквы. Ааа, сколько здесь букв? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Два слова. Я сразу возьму первую подсказку. Четвёртая буква в первом слове Е. Ба... О, баскет... Баскетбол! Баскетбол! Первое слово, может, баскетбол, если тут баскетбольный мяч? Баскетбол! А второе слово из пяти букв. А при чём тут вот это Бисюндре Годзилы? Баскетбол... Мячик. Может, баскет... Может, реально за баскетбол мячик? Или человек за три месяца лета разучился писать, или он реально загадал баскетбол мячик? Окей, я беру мячик баскетбольный. Но при чём здесь вот эта глыба? А-а-а... Опа-па-па-па-па! И при чём здесь золотые трофеи? А что самое главное, при чём здесь хлеб? Может, это инопланетяне, которые спустились к нам на Землю, принесли нам дар, хлеб, золотые Грэмми Оскар-трофеи и баскетбольный мячик? Имбецильная прокрастинация? Не сомневаюсь. Нам там точно такое не подойдёт. Ребят, я не знаю, честное слово, я сказал, что первое пришло мне на ум, это баскетбол мячик. Я напишу баскетбол мячик, так и напишу. Окей, всё. Всё, всё! Обратного пути нет. Как только выйду из этой комнаты, обратного пути нет. Всё, обратного пути нет. Сейчас я смотрю результаты. Если я угадаю две из трёх комнат, значит Олег проиграл. Если я угадаю одну, значит я проиграл. Ладно, вы готовы? Раз, два, три. Первая комната. Показывал писюн! Да ладно! Но это было вот прям так сложно. Ребята, стройте что-то сложное, но не так, чтобы я реально угадывал какую-то имбецильную прокрастинацию. Нет, чтобы было прикольно. Первое, это показывал писюн. Окей, здесь просто очень было. Второе, я тоже уверен, что это PlayStation, хотя... Да, PlayStation, да. Ну, тут тоже было очень просто, потому что ты спалился тем, что ты засунул туда два диска, которые эксклюзивно на плойку. У меня дома есть плойка. И у меня есть эти игры, поэтому здесь я точно могу догадаться. Я надеюсь, что я... Я уже выиграл! Я уже выиграл! Но я надеюсь, что я тебя вздрючу в сумму. Три комнаты. Баскетбол, мяч. Неграмотный, конечно. Ладно. Эйфелева башня. Эйфелева башня! Ты хоть раз в жизни видел? Эйфелеву башню. Ты знаешь, как она выглядит? Это не Эйфелева башня. Это писюн Кинг-Конга. Причем каменный. Каменный. Окей. Хорошо. Эйфелева башня. За что я мог здесь зацепиться? Хлеб. А, это пагет. Типа, да? В Франции же пагеты. А, ла пагетте де ла Франца. Ну, окей. Вот это что? А, я могу сослаться на то, что это якобы мячик, а это якобы трофей. То есть, Франция же выиграла чемпионат мира. Да! 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 То есть, это трофей, это кубок за мячик, за победу. Ладно. Ладно. Хорошо. Окей. Здесь я проиграл. Хорошо. Но зато, первый вариант я угадал. Вторую комнату я также разгадал. Третью комнату я, конечно же, просрал. Но ничего. Я выбрал диалек. Извини меня, конечно. Но это было... Ой. Слишком просто. Я могу даже назвать это нулевым эпизодом этой рубрики. Это нулевая водная серия, где я просто вам объясняю, что я буду делать. Я понимаю то, что вступление было слишком длинным. Я понимаю то, что 65% людей до сих пор нихрена не поняли, что они должны делать. Ребята, на этом примере вы стройте карты. Просто вам нужно найти у себя в голове три идеи, три ребуса. Загадать мне что-то наподобие вот этого. Если мне это понравится, значит я пройду вашу карту. Окей. Чтобы больше не тянуть, в описании есть ссылочка на тему в группе ВКонтакте. Ты заполняешь свою анкету полностью по всем пунктам, чтобы все соответствовало. Просто заливаешь куда-то свою карту, которую ты построил на версии 1.11.2. Пишешь, строил ли ты ее с модами или нет, чтобы я смог заранее скачать эти моды и подготовиться. Если все будет очень круто, я обещаю то, что эта рубрика хоть каждый день будет выходить, потому что она на самом деле интересная. Хоть первая серия была очень водная и очень простенькая, мне понравилось, что Олег для нас построил. Ребят, ставьте лайк, если хотите продолжения. Если даже завтра кто-то из вас построит просто офигенную карту, я обещаю то, что я ее пройду даже завтра. И если вы хотите видеть жизнь ютубера, вот эту рубрику Угодай-ка хоть каждый день, я обещаю то, что я буду записывать даже по 2 ролика в день, но все зависит только от вас. 30 тысяч лайков прямо сейчас набираем, сразу будет новая серия. Я прямо сейчас закончу, чтобы больше не тянуть кота за причиндал и скажу всем огромное спасибо, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok